20 тонн продуктов питания и технику отправили из Алтайского края в Донецкую и Луганскую народные республики. Участие в отправке принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов. «Там ребята должны знать, что дома не просто мы ушли, а дома в своей жизни какая-то идет. Все мысли о том, чтобы там все сложилось, чтобы там была победа, чтобы как можно меньше раненых и тем более погибших, чтобы что весточка из дома всегда дойдет, а или хотя бы просто от земляков. Вот это очень важно. Поэтому спасибо за такую активность». В зону СВО отправили гречневую крупу, рис и горох. Также военнослужащие получат две машины марки УАЗ, три автомобиля ВАЗ и квадроцикл. Груз сформировали депутаты Барнаульской гордумы совместно с администрацией города и региональным отделением Народного фронта. Транспорт предоставили барнаульские предприниматели. «В День России очень важно и значимо еще раз сказать слова поддержки, сказать, что мы вместе и передать весточку на фронт нашим ребятам. Машины наполнены гуманитарным грузом, посылками для бойцов, которые были собраны в общественных приемных партий «Единая Россия». Это далеко не первый гуманитарный груз в помощь военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР за два года. Администрация Барнаула, депутаты гордумы, отделение партии «Единая Россия» совместно со строительными организациями и предпринимателями отправили на фронт 253 тонны продуктов питания и 18 единиц техники. 15 тонн крови пожертвовали жители Алтайского края за этот год. Свой праздник отметили доноры крови. Торжество прошло на площади Сахарова. В небольшом фургоне все желающие могли безвозмездно сдать кровь. Для этого необходимый паспорт снился и заполненная на входе справка донора. Такая акция проходит ежегодно. Мы ежегодно 14 июня проводим донорскую акцию по взятию крови. И сегодня точно так же у нас день донора на площади Сахарова. Это преимущественно студенческое население и все желающие жители Алтайского края города Барнаула. Пожертвовали свою кровь депутат Алтайского краевого законодательного собрания Анна Ведлер, а также ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева. В акции приняли участие и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Столетие Бийского района отмечалось в селе Первомайское. Он считается уникальным по своим природным богатствам и одним из самых благоприятных для животноводства. Бийский район является лидером по производству молока и говядины среди районов Алтайского края. При этом здесь проходит и санаторно-курортное лечение. В ходе торжественного мероприятия на площадке села Первомайское свою продукцию представили предприятия сел района. На праздники с поздравительной речью выступили заместитель председателя правительства края Александр Климен, депутат Государственной Думы России Данил Бессарабов, депутат АКЗС Татьяна Ильиченко и сенатор Наталья Кувшинова. Барнаульский гимнаст Сергей Найдин вышел в финал Игр Брикс. Соревнования между государственного объединения проходят в Казани. Воспитанник школы Сергея Харахордина принял участие в трех видах многоборья – перекладине, вольных упражнениях и на коне. В финал соревнований в каждой дисциплине вышли восемь спортсменов, но не больше двух из одной стороны. На перекладине Найдин показал лучший результат, опередив своего соотечественника Даниэля Маринова на 0,6 балла. В квалификации вольных упражнений Барнаульский стал четвертым, на коне – пятым. Финал на перекладине пройдет уже сегодня. По регламенту, призерами турнира могут быть не более двух спортсменов от одной федерации. К этому часу пока все. До встречи.